Стоит отметить, что класс задач, который решается при помощи нейронных сетей, очень велик. И он далеко не ограничивается теми задачами, которые мы рассмотрели. Каждый год появляются новые задачи. Нередко эти задачи попадают в класс классификации. Некоторые из этих задач попадают в разряд регрессии. Но бывают такие, которые совмещают в себе и классификацию, и регрессию. И очень часто они бывают довольно хитрыми. И мы с вами уже разобрали, каким образом можно решать такие задачи. Нужно придумывать функции активации и придумывать правильные функции потерь для того, чтобы решать эти задачи.